Щелковские депутаты провели очередное заседание Совета. На нем был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета городского округа Щелково за 9 месяцев 2021 года. Это плановый отчет. Финансовый документ подготовлен в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Он характеризует итоговые показатели бюджетной и налоговой политики в муниципалитете за три квартала прошлого года. Общий объем доходов за этот период составил 6 миллиардов 918 миллионов рублей, расходов 6 миллиардов 419 миллионов. Основной задачей прошлого года явилось поддержание стабильности бюджета и выполнение всех запланированных мероприятий. Ситуация стабильная, как по налоговым и неналоговым доходам. Что касается расходной части бюджета, то здесь запланированные мероприятия, если брать 9 месяцев, они выполнены в основной своей части по социальным отраслям. Почему? Потому что там очень большая доля муниципального задания. По остальным отраслям, как правило, все расходы идут в конце года. На заседании депутаты обсудили вопросы, связанные с совершенствованием работы муниципальных органов власти в отношении проведения контрольных мероприятий. Они утвердили для этого специальные, разработанные Федеральным министерством экономического развития, индикативные показатели, которые будут регламентировать проверяющие органы при проведении контрольных функций. Мы рассмотрели вопрос сегодня о внесении изменений в положение, о муниципальных контролях, скажем так, потому что это касается лесного и автодорожного. Включив туда индикативные показатели, которые позволяют контролировать самих проверяющих с точки зрения непредвзятости, целесообразности, своевременности, временной последовательности. Там целый ряд индикативных показателей, которые защищают проверяемых. На заседании также было принято решение о внесении изменений в положение в муниципальном лесном контроле, введенном в действие в конце прошлого года. Этот документ определяет перевод части лесных массивов в категорию городских лесов, на которые распространяется особый порядок пользования. В них запрещается охотиться, ввести сельское хозяйство, строительство, изменять границы леса, уменьшать его площадь. Своим решением депутаты обязали доправлять им всю обновляемую информацию по муниципальному лесному контролю. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.